Всем привет! Меня зовут Ольга, я худею с веса 102 килограмма. И сегодня в видео я вам расскажу, что происходит с моим весом, расскажу о моем питании, покажу вам мои тарелочки, что я ими худею, а также поделюсь некоторыми мнениями, размышлениями, осознаниями, которые случились со мной сегодня, на этой неделе. Я знаю, что вы это любите. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Одна девушка мне написала на этой неделе, спасибо вам большое за ваши видео. Но снимайте, пожалуйста, чаще, снимайте каждый день. Это очень помогает. Здорово, класс, спасибо большое. Мне тоже помогают мои видео, как ни странно, потому что разговаривая с вами, я на самом деле разговариваю прежде всего с собой. Я когда выговариваюсь, я проясняю очень многие вещи для себя самой. И более того, скажу вам, что я бывает пересматриваю свои видео и сама удивляюсь, что я делюсь такими мыслями, они мне тоже снова самой могут помочь. Я вчера сидела в автобусе и очередной раз наблюдала за тучной женщиной, которая своими относительно маленькими ручками, она взялась за поручень и пыталась перетащить все свое тело, забраться на эти две ступенечки. И когда она сделала это, преодолела это, вообще-то простое препятствие, но для нее это было сложно. Естественно, у нее была одышка, она была вся мокрая, она проследовала в салон и села на самое ближайшее кресло. Только на сидение поместилось, ее всего лишь одна ягодица, вторая свисала. И очередной раз подумала, боже мой. И опять передо мной стал этот вопрос. Вот этот человек, он заслуживает сострадания или он заслуживает порицания? Вечный вопрос. С одной стороны, конечно, жаль ее, жаль, сочувствую ей. Но с другой стороны, ведь я понимаю, что к такому телу и к такому образу жизни, когда нам трудно преодолеть всего лишь две ступенечки, ведут нас наши неправильные привычки, поведение. Мы сами создаем себе свое тело. Ну не полностью, конечно, нам повезло родиться уже совершенными. И все, что нам нужно, это совершенство поддерживать просто. Просто поддерживать. Но если так разобраться, мы вообще совершаем над собой огромное зло и насилие, когда мы позволяем своему телу быть облепленными чрезмерным количеством килограммов. Так, ну а теперь обо мне. Что со мной, что у меня, как у меня дела на этой неделе. У меня все хорошо. Настроение отличное. Питание нормальное. Я слежу за тем, чтобы соблюдать все правила интуитивного питания. И слежу за тем, чтобы питаться по максимуму правильными продуктами питания. А также, третье, очень важное условие, я обязательно слежу за тем, чтобы, вот когда у меня прием пищи произошел, я после него тут же начала что-то делать. Чтобы искоренить окончательно, бесповоротно вот эту привычку, которая, мне сейчас кажется, была вообще моей вторичной выгодой. Выгодой, да, очень тонкий, интересный вопрос, что, когда мы имеем лишний вес, много лишнего веса, несмотря на то, что мы можем транслировать и всем, и себе, и окружающим, говорить, я так хочу от него избавиться, в то же самое время мы можем получать вторичную выгоду от этого лишнего веса. Какая она у меня была? Я думаю, что она у меня была вот какая. Я раньше, когда была в весе 100 килограмм, и когда у меня был прием пищи, после него я пару часов вообще отсутствовала, меня не было. То есть я просто не могла ничего делать, все, аут, меня нет. И я начинала свое похудение с того, что я говорила, я хочу больше делать. Моя главная цель больше делать, больше делать, больше делать. Но делать — это вообще самое крутое, что может быть на этой земле. Именно делать. Не владеть знаниями, не сидеть, медитировать в углу просто ради медитации. Именно делать. Деятельность делает нас вообще крутыми. И сейчас, когда я стала есть нормальное количество еды, достаточное количество еды, и я обязательно соблюдаю правила после приема пищи начинать что-то делать. Неважно что. Домашними делами заниматься, детьми заниматься, деньги зарабатывать, любые решать вопросы, лишь бы не исчезли эти час, полтора, два после еды. И что я вам хочу сказать, что когда меньше ешь, ну достаточно ешь, то энергия есть. Наоборот, это так логично. Мы запитались, мы приняли питание, и у нас много сил, мы готовы действовать. И мне кажется, что несмотря на то, что я всегда декларировала, что я хочу больше делать, моей вторичной выгодой когда-то, когда я была толстая, была, знаете, какая выгода? Не делать. Вот такой вот парадокс. Сейчас я стараюсь делать максимально, вот прям себя подзадориваю, прям говорю себе, чтобы искоренить раз и навсегда вот ту привычку терять. Терять это время после еды, чтобы ее вообще никогда у меня не было, чтобы я об этом забыла напрочь. Итак, показываю вам мои тарелочки, и рассказываю, что же с моим весом. Всем привет, доброе утро! Итак, у меня сегодня вот такой несладкий завтрак. Я дождалась хорошего голода, и буду завтракать. Что у меня на завтрак? Спаржевая фасоль с овощами. Из овощей здесь морковь, лук, болгарский перец, и помидоры я нарезала кубиками, и протушила граммулечко здесь масла. Я своим домашним готовила такое же блюдо, но им добавила масло, а себе просто отложила в маленькую кастрюльку, и все отлично у нас сложилось. Вот такой вот получился сок, такая подливка, мне это очень нравится. И, конечно, белый сыр. Вот такой у меня сегодня завтрак. Всем приятного аппетита! Кто завтракает? Ну что, будем делать заготовки. Спаржа обязательно морожу на зиму. Это спаржа с огорода моей бабули. Вот, так что у меня вообще хорошо. Что я делаю? Хвостики отрываю, на три части ломаю, сушу, и морозилку зимой будет то, что нужно. Смотрите, какая получилась красота! Заморожу зимой, такая будет вкусняшка-полезняшка. Так, ну и алычу помыла, просушу, тоже заморожу. Зимой будет компотик, будем вспоминать лето, и будет хорошо. Ну что, это мое основное блюдо. Вот оно, роскошное. Самое удачное для меня сейчас, а это мой десерт. Я арбуза ем очень много, 30 калорий в 100 граммах, но я себе не отказываю ни в этой вкусняшке, ни в этой вкусняшке. Скоро будет зима, холодно, у нас не будет возможности есть вот такие вот, такого качества продукты, да? Если помидоры и будут лежать на прилавках, они не будут такие вкусные, как эти. Эти у меня вообще домашние, мои бабули. Вот, так что я ем сколько хочу сейчас салата и арбуз. Вот, это мой обед, но я возьму немножко белого сыра. Если мне захочется, я возьму кусочек черного хлеба. Но, вот это мои основные блюда. Это и это. Всем, кто обедает, приятного аппетита! Итак, такими были мои тарелочки. А с весом что? А с весом все то же самое. Сейчас расскажу вам. Смотрите, ну, вес мой около 84 килограммов плюс-минус. Плюс 200 грамм, минус 200 грамм. Сейчас расскажу почему. Ну, наверное, вот эти вот килограммовые приемы салата и арбуза, они не проходят даром. Ну, знаете что? Я сознательно на это иду. Потому что еще месяц и у нас не будет этих супер-классных фруктов и супер-классных овощей. И все-таки, вот по большому счету, мне кажется, что ну не можем мы серьезно поправиться там от арбуза. Да? Понятно, что лучше его не есть много. Но я вам честно скажу, я ем его много. Вот этот год у меня просто год арбуза. Вот не винограда, не персиков, вот арбуз. Я не знаю, как назло. Вот каждый попадается такой классный, такой красный, такое вообще-то объедение просто. Я себя утешаю, что еще максимум месяц и у нас не будет вообще этой ягоды, да? И позволяю себе его есть. Но я не знаю, наверное, или он там как-то задерживает воду, или он, ну не знаю, наверняка. Потому что больше мне не на что грешить. Но я вот себе даю разрешение, слава богу, что я сохраняю свой вес. Если бы он, не дай бог, пошел вверх, я бы тут же, знаете, по-украински схамынулася. Вот. Но поскольку он выше не идет, у меня 84, я себя вот осознанно, я осознанно позволяю себе такую роскошь, такой плаш. Вот честно вам скажу, между приемами пищи ем арбуза столько, сколько захочется. У нас каждый день новый 8-килограммовый арбуз. Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но я намерена говорить вам всю правду. Итак, вот такой была моя неделя. Вот такими были мои тарелочки, мои размышления, мои откровенные признания. Если вам понравилось мое видео, обязательно ставьте пальчик вверх. Меня это вдохновит снять следующее видео как можно скорее. Подписывайтесь на канал, комментируйте. И до новых, я надеюсь, очень скорых встреч. Всем пока.